Я хочу рассказать еще об одной знаменательной дате, именно 24 августа 1853 года, ведь именно тогда были изобретены чипсы. Чипсы, картофельные. Чипсы всеми нами любимые, которые мы употребляем с большим удовольствием до сих пор, но и жизни многих без этих самых чипсов не обходится. Да, и вы когда-нибудь задумывались о том, как эти чипсы появились, вообще как придумали их изготавливать? Оказывается, они появились совершенно случайно и даже, наверное, не из-за того, что повар экспедиции. Гениальные вещи, получается, случайно. А иногда из-за злости, ты представляешь? Вообще история обстояла так, что посетитель пришел в кафе, где заказал картофель фри, но ему подали слишком толсто нарезанный картофель фри, на что он пожаловался шеф-повару. Тот, конечно же, разозлился, принял это все очень-очень близко к сердцу и нарезал до такой степени картофель, что он жестко обжарился, и его невозможно было наколоть на вилку. Но посетителю это понравилось, и даже более того, как только он съел одну порцию, он заказал еще. Таким образом, все люди, услышав, как он с аппетитом, прихрустывая есть эти чипсы, тоже захотели себе такой картофель. И в итоге чипсы стали все более и более популярны. Вот такая вот интересная история их возникновения. Ну и актуальность их не иссякла до сих пор, и это доказывает тот факт, что изобретение в истину гениальное. Да, но я потом расскажу еще о некоторых фактах о чипсах, поэтому я думаю, что вы здесь о многом задумаетесь. Ну а сейчас, наверное, некоторые рекомендации, на что следует обратить внимание при выборе тех или иных чипсов. Как выбрать чипсы, узнаем прямо сейчас. Чипсы-продукт не совсем полезный, об этом многие знают, но тем не менее, многие из нас с удовольствием употребляют эти тонкие ломтики картофеля, обжаренные до золотистого цвета. А тем временем не все знают, что чипсы не всегда готовятся из картофеля. Для изготовления чипсов многие производители сегодня используют муку, да-да, пшеничную и кукурузную, или же соевый крахмал. В начале готовится тесто, далее формируются чипсы и обжариваются в масле. Последнее тоже, как правило, дешевое, пальмовое. А потому при покупке в первую очередь читаем этикетку. Заботитесь о здоровье, тогда ищите чипсы примерно с таким составом. Натуральный или свежий картофель, но не обезвоженный. Соль, подсолнечное масло и все. И лучше, если вы найдете надпись без усилителей вкуса, красителей и консервантов. Во-первых, конечно, надо обращать внимание на маркировку. В маркировке надо обязательно посмотреть в состав, из чего приготовлены данные. То есть кроме картофеля, что там еще добавлено. То есть иногда бывает добавляют ароматизаторы, добавляют какие-то еще добавки. Вот на это обязательно нужно обратить внимание. Теперь откроем пакетик с чипсами. Так, вот открыли мы чипсы. И теперь давайте посмотрим внутри содержимое. Обязательно обращайте внимание на края чипсы. Обратите внимание, чтобы она не была черной, не обжарена слишком. И дальше, кроме того, на самой чипсе не должно быть черных пятен. Большое количество ломанных пластинок в качественном продукте не допускается. Цвет же хорошего продукта от светло-желтого до светло-коричневого. Открыв пакетик с чипсами, вы почувствовали запах прогорклого масла? Употреблять такой продукт не стоит. Вот такие вот металлизированные пакетики защищают чипсы от солнечного света и влаги. В них продукт, как правило, хранится 6 месяцев. Итак, удачного выбора! Вообще, я люблю домашние чипсы. Или те чипсы, которые вот у нас изготавливаются на Иссыкуле моими соседками. Очень вкусные. То есть, такие вот обычные ты не употребляешь в пищу? Ты думаешь, они так? Ну, они как-то не то. Не знаю. В общем, выбор каждого. Есть или не есть. Но скажу, что это вредно. Я надеюсь, что вы, по крайней мере, ограничите себя в количестве. Продолжение следует.